Вот, поэтому мы решили проводить дальше наши ивенты. Кроме всего прочего, у нас сегодня ивент с темой, со специализацией, да, SyncPHP, SyncWordPress. Сегодня у нас будут выступать три докладчика по теме разработки под WordPress, под CMS-систему. Поэтому я бы хотел спросить, тут все WordPress-разработчики или любопытствующие есть? Есть любопытствующие. Есть любопытствующие? Любопытствующие вообще в PHP или в WordPress в частности? Программирование. Программирование, отлично. Это тоже хорошо в действительности. Вот, так что мы опять начинаем КВ. Мы начинаем новый сезон SyncPHP. Мы постараемся следующий ивент все-таки провести ближе, почаще будем проводить данные мероприятия. Ну, а сейчас я хочу вам представить Евгения Катальницкого. Он будет рассказывать вам в докладик по теме архитектура крупных WordPress-сайтов. Приветствую вас. Всем привет. Так лучше. В общем, я занимаюсь разработками на СМС-системе WordPress больше пяти лет. На текущий момент занимаю позицию технического эксперта одного из отделов Ник Солюшнс. Собственно, этот отдел занимается разработками WordPress-сайтов в основном. Ну, так же и на других СМС-системах. Одну секунду. О чем мы сегодня поговорим? Сегодня мы будем разговаривать про разработку более-менее крупных сайтов на СМС-системе WordPress. Речь пойдет не только о архитектуре таких сайтов, но и о полезных практиках. Секунду. Да, так лучше. Собственно, о чем мы будем говорить? Мы будем говорить не только о архитектуре, но и о некоторых полезных практиках, которые важны также, а может быть и больше иногда, чем архитектура. Речь пойдет именно в контексте разработок на WordPress. То есть, есть специфические вещи, есть вещи, которые более актуальны именно на этой СМС-системе. Есть некоторые специфические вещи для СМС-систем в целом. Поэтому не удивляйтесь, если ваши приоритеты не совпадут с моими. Я говорю сугубо в этом контексте сегодня. Начнем. Для начала нужно озвучить цели. Я понимаю, что большинство и так знают, что хочет от проекта, но тем не менее. Для нас что важно? Чтобы проект было легко поддерживать, из этого вытекает низкий паровхождение, себестоимость изменений и некоторые другие важные аспекты. И чтобы наш проект не кушал слишком много ресурсов, не было проблем с быстродействием. Соответственно, какие бывают сложности в поддержке проектов? Какие вопросы возникают? Я думаю, у каждого возникал, если не весь список, то большинство пунктов. Поднимите руки, у кого не было ни одной из этих проблем, ни один вопрос не возникал, не приходил в голову. Отлично. Озвучивать не буду каждый из них. Я думаю, все понимают, что эти пункты есть, это из наболевшего. Начнем более-менее с простого. Про быстродействие. Про быстродействие кратко, потому что это тема актуальная для любого проекта, независимо от того, это WordPress или нет. Собственно, есть бэкэнд, в чем чаще всего возникают проблемы, если мы говорим про разработки на базе CMS-систем. Запросы в PHP-циклах. Бывает такое. Во многих CMS-системах, в том числе и в WordPress, есть функции, которые обращаются к базе данных. При этом мы можем не знать о том, что они обращаются к базам данных. И тогда вызываем, к примеру, в цикле какую-нибудь функцию. В итоге получаем крайне медленную работу. Повторяющиеся операции. Они, конечно же, кешируются. WordPress на этот счет оптимизирован. Но, тем не менее, стоит представлять и понимать, как работает та или иная функция, чтобы, если вдруг результаты не кешируются, не вызывать ее повторно, повторно и еще раз повторно. Структура базы данных здесь уже в меньшей степени. Но, тем не менее, кто знает, сколько таблиц в базе данных WordPress без настройки и сети? Их всего одиннадцать. И ситуация в том, что это такая вот чрезмерная, в какой-то степени нормализация базы данных, приводит иногда к низкому быстродействию. То есть, с точки зрения теории разработки реализационных баз данных, отличная модель, все нормализовано, красиво. Но, тем не менее, ресурсов это кушает достаточно много. Поэтому, если мы работаем с нестандартными типами контента и хотим получить очень много свойств для какого-то контента, очень много полей, начинаем использовать Custom Fills, нужно вспоминать структуру базы данных и понимать то, что каждое свойство – это либо отдельный запрос, что очень ужасно, либо, как минимум, это join, let join. Иногда есть смысл, сразу скажу про решение, иногда есть смысл создать Custom еще одну таблицу в базе данных и уже let join, всю таблицу со всеми свойствами за один let join. Это работает. Это очень действенная практика. Неоптимизированные запросы. Здесь скорее по незнанию того, какой запрос в итоге получается. Потому что каждый плагин может вешать хуки и модифицировать стандартный запрос, к примеру, к поста. Мы можем несколько хуков добавить, усугубить эту ситуацию. В общем, есть смысл в крупных проектах проверять и мониторить. Есть много утилит, плагинов WordPress, которые позволят вам смотреть, какие именно запросы были выполнены при загрузке данной страницы. Просмотреть можно очень быстро и увидеть время выполнения каждого из них. Вопросы эти практически настолько же актуальны, насколько в любом другом веб-сайте. Но, тем не менее, оговорюсь, скажу и про них. В чем бывают сложности? Если мы разрабатываем не кастомно, не с нуля проект, не на фреймверке, возможно, мы используем много плагинов. Опять же, не всегда, но иногда так делают. Эти плагины могут свои медиафайлы подгружать и, соответственно, не может быть предусмотрена изначально в каком-то плагине склейка в спрайты с другим плагином. Потому что этот плагин должен идти отдельно. Соответственно, у нас будет либо много спрайтов, но чаще еще хуже, просто отдельные мелкие картинки. Как обычно в такой ситуации стоит поступать? Большинство плагинов имеют возможность отключения стандартных стилей вместе, соответственно, с бэкграундами, которые в этих стилях прописаны. И стиль можно прописать уже вручную в своей теме таким образом и при этом оптимизировать. Сделать как минимум спрайты. Растущий с прогрессией CSS. Я забегаю этим пунктом немного наперед. Про организацию модулей. Когда буду говорить, скажу детальнее. Но основная идея в том, что если проект большой, то есть смысл разбивать на большое количество CSS-файлов для того, чтобы человек мог каждый из этих файлов в отдельности спокойно читать, воспринимать, держать в памяти без особых усилий. Если все будет написано в одном файле, конечно же, может вырасти до 3-4 тысяч строк. Рефакторить или вообще как-то воспринимать этот файл будет крайне сложно. И скорее всего, Versace просто будет дописывать стили вниз при каждой необходимости. Можно, конечно, заметить, что эта рекомендация может негативно повлиять на быстрое действие. Но опять же, существует решение, которое позволяет эти все файлы в продакшене объединить в один. В том числе и мой плагин. Может быть, кто-то пользовался. Позже о нем еще вспомним. То есть мы на этапе разработки разбиваем на большое количество, а вот в продакшене уже запускаем какую-то утилиту и объединяем в один. JavaScript. С JavaScript гораздо реже. Дело в том, что чаще всего CMS-системы используются для того, чтобы построить какой-то сайт, который несет информацию. Будет много контента, скорее всего, в таком сайте. Много страниц. Много пользователей, возможно. Но бизнес-логика на фронт-энде редко бывает. Но тем не менее, конечно же, тоже могут быть и такие проблемы. Теперь уже переходим, наконец, к практикам. Какие практики нам позволят работать с крупным WordPress-проектом и при этом не думать о прыжке из окна? Собственно, одна из простейших практик, как обычно, хочу начать с простого, это стандарты кодирования. В WordPress есть свои стандарты кодирования. PHP стандарты кодирования WordPress, к сожалению, отличаются от общепринятых стандартов кодирования в PHP. По причине того, что WordPress появился раньше. Соответственно, пользуемся, читаем. Для чего это нужно? Если в проекте вы не один, а я думаю, что вы будете не один в проекте, в конце концов, как минимум, когда-то кому-то вы его должны будете передать. Этому человеку будет гораздо легче работать с тем кодом, который отформатирован в стиле WordPress, а не в каком-то вашем. Если у вас компания или отдел, или просто команда, лучше принять именно стандарты кодирования в WordPress. По простой причине. В любом случае, вам придется читать исходный код WordPress для того, чтобы полноценно работать над крупными проектами. И зачем в одном проекте два стандарта кодирования? Собственно, HTML, CSS, JavaScript менее актуальны, но тем не менее стандарты существуют. Сразу оговорюсь, в WordPress не все написано по их же стандартам. Но я думаю, что основная часть нового кода и его становится в процент все больше и больше все-таки по стандарту. Опять же, как еще можно писать на одном языке с другими разработчиками WordPress? Можно использовать те функции, которые уже есть в WordPress. К примеру, цикл функций vp, remote get, remote post могут заменить нам куру. Очень удобная и простая обертка для запросов по сети. Кроме этого, если вы планируете в каталог WordPress, WordPress.org свой исходный код отправлять, ваш код могут не принять, если вы используете какие-то крупные библиотеки, небезопасные библиотеки. Они доверяют своим оберткам, но не доверяют библиотекам вроде куру. Собственно, плагин гораздо легче отправить в каталог WordPress, тем сложнее. на тему действуют настолько жестокие правила, что вы даже fopen не можете функцию использовать у себя в коде. Для этого есть обертки. Вот я три примера привел. Доклад все-таки не об этом. vp, remote для работы с сетью, vp, mail для почты. И db, delta редко используется, но что она хорошего делает, она может вам показать. разницу и между той таблицей, которая уже создана в базе данных, и тем кодом, который вы хотели бы видеть. То есть между кодом SQL-create. Соответственно, нет необходимости проверять по одному каждое поле и делать большие циклы. Используется в ядре WordPress, доступно, естественно, и для нас всех. Отладка и оповещение об ошибках. Обработка исключений, первый пункт. В чем ситуация? Я думаю, что это, конечно же, ничуть не специфичный момент для WordPress, но почему-то часто приходится, работая с чужим кодом, написанным не в нашем отделе, видеть отсутствие полное этого правила. Обработка исключений нужна, очень нужна. Каким образом исключения будут обработаны, это уже отдельный вопрос. Но нужно понимать, что не все идет так, как нам бы хотелось. Всегда бывают альтернативные варианты, и каждый нужно продумать. Еще один пункт в этом же списке, это скорее продолжение. То есть, если мы обрабатываем исключения, мы не должны клиенту на продакшене выплюнуть, смотри-ка, вот у тебя весь твой конфиг вместе с паролем, и в нем надо что-то поменять. То есть, если у нас какая-то ошибка, мы не имеем права из понятия безопасности, показывать ее клиенту, и показывать ее каждому пользователю. Поэтому на продакшене, то есть, когда вы уже закончили работу, поменяйте константу в своем коде, и логируйте эти ошибки, например, в файл. Но файл не очень действенный способ, потому что эти файлы никто не проверяет, пока, собственно, сайт не завалится. Идеальный вариант краш-репорта отправлять на e-mail. Так работает очень большое количество систем, взрослых систем. И это очень помогает предупредить падение сайта. То есть, не ждать, пока он упадет, а потом читать логи, почему он упал, а заранее отреагировать. Возможно увидеть быстрее, чем клиент, кстати, это очень важно иногда. И вот, наконец, про архитектуру. Про архитектуру буквально один слайд, но он несколько специфичен. Я решил вспомнить теорию, нашел, открыл, вернулся к учебнику «Граде Пуч» объектно-ориентированное программирование и поискал, какая же она должна быть в теории, эта архитектура. То есть, опытные разработчики, конечно же, понимают и чувствуют то, как лучше сделать в конкретной ситуации. Но я решил вернуться и к теории. Собственно, архитектура — это система абстракций. Качество абстракции как раз и определяет качество архитектуры. Что для нас важно при разработке этих абстракций? Даже не разработки, а проектирования, потому что код мы пишем позже. Сначала нужно продумать эти абстракции. В общем, в теории выделяются вот те пять показателей, которые вы видите на слайде. Зацепление — это степень зависимости между модулями. Чем выше эти зависимости, тем сложнее работать с этим кодом. Есть интересный пример, не мой. Такая вот аналогия. Если мы разрабатываем колонки, аудиосистемы модульные, хотим, чтобы их можно было собрать и сконфигурировать, вот себя, то, наверное, размещать блок питания в одну из этих колонок будет неверно. Соответственно, по этой же аналогии работаем и в коде. То есть, если к какой-то функциональности нужен доступ из разных модулей, то она не должна быть в одном из этих модулей. Иначе связи становятся непрозрачными, сложными и тяжело держать в голове эти абстракции и знать, что где искать. Связанность. Связанность — это связи внутри самого отдельно взятого моды. Есть связанность функциональная и есть по случайному принципу. Конечно же, неприемлема связанность по случайному принципу. Еще одну аналогию хочу привести из этого же учебника, я думаю, всем известно. В одном модуле если будет класс собаки и класс космического корабля, то возможно, здесь что-то не так. то есть желательно, чтобы все элементы модуля работали над одной идеей, над одной функцией. Они были связаны, конечно, между собой, но с целью решения одной конкретной задачи. Полнота. Полнота — это собственно полнота интерфейсов наших модулей. То есть на логическом уровне каждый интерфейс каждого модуля должен обеспечить потребности всех его клиентов. Достаточность. Достаточность — это полнота реализации этого интерфейса. Собственно, я думаю, этот пункт будет всем понятен. Примитивность. Здесь идет речь об упрощении в какой-то степени зависимости элементов модулей и классов отдельных. Ну, конечно же, про ООП говорить не буду и про парадигмы хватит нам теории, но все же вернемся к нашим собственно конкретным случаям и кейсам. А что нам в принципе дают модули? Ну, архитектура должна быть модульной. Да, это можно было и не говорить. Но для чего нам нужны модули? Модули нам нужны в первую очередь для упрощения, для повторного использования и для того, чтобы мы могли совместно работать в команде. Собственно, совместно работать в команде можно возразить, сказать нам поможет гид или SVN в крайнем случае. Но все-таки неудобно работать над одной и той же задачей. Нужно как-то разделять их логически и в коде. Чтобы при коммитах у нас не было конфликтов и так далее. Организация хуков. Поднимите руки, кто знает, как организована система хуков в WordPress. Можно было слайд удалять. Ладно, начнем тогда сначала. В WordPress есть система хуков. Она работает по событийному принципу. То есть в какой-то момент времени возникает какая-то ситуация и дергаются все-все-все крючки, которые были повешены на этот хук. То есть всем думаю будет понятно, что это сложно предсказуемый процесс. Очень тяжело отлаживать подобный исходный код, если мы не знаем в какой момент времени, что конкретно и в каком порядке выполнилось. А чтобы это узнать, нам нужны уже утилиты. Просто так чтением кода мы не обойдемся. Нужна отладка. И еще одна проблема в том, что какой-то эти хуки призваны для того, чтобы дать возможность расширять функциональность Сема-системы, при этом не изменяя ее исходный код. Для того, чтобы Сема-систему можно было обновлять. Но в чем проблема? Если этим употребляют разные плагины, если у вас этих плагинов много, или вы сами воспользовались большим количеством хуков и изменили все только, что могли, то в какой-то момент времени что-то захотите поменять. Но вы даже не будете знать, в каком файле был этот хук добавлен. Да, в WordPress можно этот хук добавить абсолютно в любом файле и указать порядок выполнения прямо там. Соответственно, найти можно только поиском среди файлов, где же именно этот хук был добавлен. Какое есть решение? Можно добавить немного декларативного подхода. То есть система сама непрозрачная, это считается небезопасный вариант события, особенно в бэк-энде. Но мы можем ввести для себя несколько правил. Например, такое правило. Каждый файл у вас будет наверняка в отдельной папке. Пускай в этом файле будет лежать файл hooks.php, в нем будет одноименный с префиксом класс с названием как у модуля, и в нем будут все хуки. Каждая функция будет называться так, как называется хук. что это нам позволит? Мы будем всегда знать, что эти хуки можно найти в одном и том же файле в каждом модуле. Соответственно, уже проблемой найти хотя бы где-то реализация у нас не будет. Да, другие разработчики вас гораздо легче поймут если у вас будут эти правила. Конечно, эти правила будут знать все разработчики вашей команды. Немного про верстку. Собственно, HTML, конечно же, нужно отделить от PHP кода. Сам по себе WordPress из коробки не показывает нам, как с этим нужно работать и не имеет никаких внутренних механизмов. Для этого при разработке крупных проектов нужно постараться нам сами. Что мы должны сделать? Мы можем использовать какой-либо существующий шаблонизатор или пользоваться банальным include, но главное это разделение вот этих вот шаблонов, отделение их от JavaScript, отделение их от PHP и собственно разбивка их на модуль. То есть если у нас есть модуль, в нем свои шаблоны. Есть модуль номер 2, в нем свои шаблоны. То есть шаблонизатор это не есть проблема. К примеру, в Drupal он есть из коробки в WordPress нет. Главное это то, как мы код организуем, потому что все при такой гибкости лежит на нашей ответственности. И мы должны об этом не забыть, не смешивать с бизнес логикой HTML, не смешивать в JavaScript с криптом этот HTML. Как организовать, я думаю, все представляют. Главное, чтобы в каждом модуле была своя папочка templates. лиц. Статические компоненты. На предыдущем слайде я говорил про HTML, а вот CSS я отложил попозже. Все-таки CSS мало имеет отношения к HTML, потому что пишется, может писаться в разное время с HTML, и может совершенно в других папках лежать, нет никаких причин положить их рядом. Собственно, все статические компоненты, вот как картинки, CSS, возможно PDF, если у вас какие-то ссылки, вот они уже имеют очень много общего между собой, потому что опять же CSS ссылается на картинки, и эти пути должны быть относительными, чтобы мы ничего не теряли. И обязательно конечно же у каждого модуля должны быть свои статические компоненты отдельно, потому что если мы положим их все в отдельную папку, в одну папку, то это будет просто каша. Невозможно будет удалить в какой-то момент те, которые уже нам не нужны. Невозможно будет найти нужную вам картинку вовремя или JavaScript файл. Не обязательно положить в ту же папку, где у вас PHP модуль, можно положить отдельно и разграничить таким образом доступ, позаботиться о безопасности. Что могу посоветовать? Единственное, чтобы все-таки в этой папке со статическими компонентами были такие же папки, которые будут назваться так же, как ваши модули, чтобы было понятно, какая статика относится к какому модулю. вопросов? Да. Антон Севчук когда-то упоминал в своем блоге, что PHP сам является шаблонизатором. Зачем использовать какой-то отдельный шаблонизатор? Я согласен полностью, это есть моя мысль. То есть нет проблем в том, что шаблонизатора нет. Можно использовать include. Главное, чтобы в этих файлах не было бизнес-логики. А это уже вопрос не синтаксиса, а того, как мы организовываем свой код. Спасибо за вопрос. Можно дополнить? Можно написать нативный шаблонизатор, о котором Шевчук тоже писал. Он может занимать строчек 30 кода. и совсем не грузить вашу систему. Дополню дополнение. Для чего это может быть нужно? Для того, чтобы обеспечить перегрузку шаблонов. То есть мы, если мы разрабатываем крупные проекты, нам важно обновлять в какой-то момент модули, обновлять в какой-то момент весь все езжу WordPress. И бывает есть необходимость написать модуль, который мы повторно используем в разных проектах. Но при этом немного HTML должно отличаться, потому что дизайн другой. Что мы можем сделать? Мы можем сделать возможность перегрузки этих шаблонов в своих проектах. Собственно, что мы используем в отделе. Таким образом будет модуль, его можно будет всегда обновить, поменять 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 HTML-блоков, то мы в другую папку overload к примеру назовем ее, ложим с такими же именами шаблоны и они перегружаются автоматически. Очень будет полезно. Да, 30 строк-кода для этого будет достаточно. Еще вопрос? А как быть при взаимодействии WordPress к примеру с другими большими модулями например e-commerce и e-commerce насколько у них тоже организована структура и непонятно как они будут взаимодействовать? Вопрос достаточно комплексный, но спасибо. Как раз осталось время. В общем важный вопрос действительно если мы пишем на CMS системе WordPress или какой-либо другой то для нас скорее всего были причины мы хотим сэкономить на разработке например мы не хотим делать то что уже до нас миллион это сделали соответственно есть смысл использовать e-commerce движки о чем будет детальнее рассказывать Алексей на следующем докладе и в этой ситуации конечно же нужно не поспорить с этим плагином крупным то есть нам нужно обеспечить всю гибкость для того чтобы оставить возможности которые были предусмотрены в этом решении и дополнить его нашими изменениями к примеру если это будет WooCommerce плагин у него это будет плагин он крупный для обеспечения изменений шаблонов у него уже предусмотрен механизм механизм тем который можно кстати покупать отдельно или даже бесплатно скачивать соответственно писать свой шаблонизатор и в этом проекте будет нелогично то есть нужно учитывать особенности тех модулей с которыми мы интегрируемся ну я думаю детальнее Алексей расскажет на эту тему долго останавливаться не будем кстати то о чем я говорил про модульность и про вот эти вот практики это актуально при разработке как тем так и плагинов если наша задача разработать WordPress сайт то мы будем скорее всего писать тем если задача разработать модуль который можно будет применять на разных сайтах то это вероятнее всего будет плагин собственно но правила остаются теми же то есть разделить на модули бизнес логику разделить статические компоненты на эти модули использовать стандарты кодирования это также актуально при обеих вариантах еще вопросы вопрос что подразумевается под большими проектами на самом деле какая есть ситуация в контексте WordPress эти проекты могут быть большими возможно кто-то работает с проектами у которых ресурсоемкость измеряется в человеко-годах да это проекты будут маленькие но вот я для себя могу определить некоторую цифру с которой я буду считать проект достаточно большим чтобы отдельное внимание уделять архитектуру есть есть какой-то пород полезные практики стоит использовать во всех проектах но продумывать отдельную архитектуру стоит тогда хотя когда хотя бы у вас пять разных типов контента это все-таки система наверняка вы работаете с контентом либо у вас сложная бизнес логика но опять же это все понятие относительное и я бы я думаю что у каждого найдется своя причина использования отдельные практики своих проектов еще вопросы задайте еще раз это понятие раз подойти делается тем что вы что с тем поним что Продолжение следует...